Глава Министерства пока еще образования и науки сегодня прокомментировал инициативу президента по разделению ведомства на две структуры. И судя по всему, министр озадачен таким поворотом дел. Асхат Аймагамбетов заявил, что самое главное, чтобы при делении не пострадали обе эти сферы. Ни образование, ни наука. Решение есть, оно прозвучало, было принято. Соответствующим образом, теперь необходимо думать о исполнении этого решения. Для того, чтобы, понимаете, самое главное, чтобы это решение было исполнено правильно и эффективно. Для того, чтобы от этого выиграла система образования и науки. Глава государства предложил закрепить за отдельным министерством науку и высшие учебные заведения. А образование оставят школы и детские сады. Так президент намерен поднять престиж и повысить эффективность научной деятельности в стране. А сейчас пока еще в едином ведомстве думают, что делать с трехязычием в начальной школе. После многочисленных жалоб чиновники все же признали, что изучать казахский, русский и английский одновременно первоклашкам слишком сложно. Поэтому теперь внедрять предметы начнут поэтапно. Все будет зависеть от языка обучения. В первый год оставят только его. Далее добавится второй. К английскому малыши приступят лишь в третьем классе. Когда ребенок приходит в первый класс, у него сразу три букваря – казахский, русский и английский. Шестилетнему ребенку очень сложно. Мы проводили мониторинг. Есть необходимость принятия других решений. Планируется, что с нового учебного года дети, которые обучаются на гос. языке, сначала будут изучать только родной казахский язык. Продолжение следует...